Добрый день, с вами на связи завод «Ангстрем». Мы приветствуем всех своих подписчиков. Меня зовут Алексей. Сегодня мы поговорим с руководителями коммерческого отдела. Я уверен, что многие из наших зрителей с ними знакомы, но тем не менее, позвольте вам представить Дарья Смирнова и Жанна Корнилова. Дарья, Жанна, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Добрый день, Алексей. В этом году Дарья отмечает 16-летие своей профессиональной успешной работы, потому что на счету ее профессиональных достижений более тысячи успешно выпущенных электролабораторий. И сейчас Дарья является руководителем отдела продаж завода «Ангстрем». Жанна у нас является руководителем направления электролаборатории. Ну и я сразу скажу, что Жанна и Дарья занимаются реализацией проектами завода «Ангстрем», посещают выставки, форумы, проводят презентации. И наш сегодняшний разговор будет в первую очередь интересен энергетикам, которые занимаются закупками электролабораторий. Ведь есть такие предприятия, где на балансе одна электролаборатория, а есть такие, где их десятки. С чего стоит начать и как правильно сделать выбор электролаборатории? Ну мы бы со своей стороны рекомендовали прежде всего обратить внимание на четкое формирование технического задания. Часто сталкиваемся с обобщенными формулировками, сейчас пошла тенденция вообще унифицировать ТЗ. Мы все-таки сторонники того, что была потребность отражена каждого непосредственного пользователя, каждого энергетика. Это поможет нам правильно сформулировать уже и техническое предложение, и в итоге он получит тот продукт, который ему необходим на выходе. Правильная реализация, да. Жанна, вы что думаете? Зачастую заказчики, они упускают информацию об эргономических решениях передвижной электротехнической лаборатории. К примеру, они не указывают, нужен ли автономный источник питания, такой как дизель-генератор или бензогенератор. Устанавливать ли рундук или устанавливать сидение в отсеке оператора. Будет ли осуществляться перевозка людей или не будет она осуществляться. Также такие важные мелочи, например, какой должен быть пол, какие должны быть ступеньки, количество поручней при входе в электротехническую лабораторию. Ну, собственно, и так далее. И хотелось бы еще добавить, что есть возможность установки видеокамер. То есть, это можно посмотреть в отсеке оператора, проанализировать ситуацию за пределами электролаборатории. Это дополнительный функционал, связанный вот с безопасностью человека. То есть, Дарья Жанна, я буду абсолютно прав, если скажу, что практически каждому заказчику поступают авторские автомобили в плане насыщения индивидуальных, там, подключений, нюансов. То есть, это практически неповторимый каждый продукт. Да, стопроцентный индивидуальный подход. Да, с учетом всех требований заказчика, мало того, что мы, учитывая наш опыт колоссальный, всегда рекомендуем и, в принципе, сформировали прекрасный опросный лист на сайте, где клиент может все посмотреть, учесть, поставить там плюсики напротив каждого функционала, и мы уже сформируем ему такое глубокое техническое предложение. Здорово. Опросный лист емкий, краткий. Заказчику будет очень комфортно открыть на сайте ресурсы этот наш, поставить галочки и, собственно, для него не составит труда. Это там 3-10-5 минут, и на выходе мы получаем, они получают технико-коммерческое предложение со всеми техническими характеристиками и со всеми вытекающими. Да, и даже то, что, предположим, он на старых лабораториях, которые раньше использовал, ранее не было учтено, он может ознакомиться и посмотреть, вот, с нашей точки зрения, вот, ну, рекомендации, какие мы даем. Я так понимаю, что впоследствии, после приобретения той или иной модификации электролаборатории, можно сделать ее так называемый апгрейд. Каждый раз улучшая, оснащая, дооснащая. Алексей, наша лаборатория построена по принципу блочно-модульная концепция. Заказчик может приобрести лабораторию в минимальной комплектации, условно говоря, да, там, ангстрем-1, это кабельная электротехническая лаборатория, и в дальнейшем ее доукомплектовать, ну, такой, как вы говорите, апгрейд, различными другими приборами на нашей производственной площадке, мы можем доукомплектовать, и он получит из кабельной лаборатории универсальную лабораторию. Ну, это происходит за счет модернизации и того, конечно, что у нас разработано собственное программное обеспечение ANG24. Оно позволяет интегрировать любой прибор, у которого, в принципе, есть связь с компьютером, тем самым расширять функционал лаборатории до бесконечности. Корректно заполненное техническое задание – это, безусловно, одно из самых главных. Но все-таки, если говорить про начальный этап, когда заказчик еще не определился с выбором производителя, на что ему стоит непременно обратить внимание? Необходимо провести мониторинг рынка, провести сбор информации, ознакомиться с сайтами, открытые источники, понимание, что было все-таки это производственная площадка, это завод. Если есть возможность, в принципе, я бы всегда рекомендовала доехать, потому что приобретая электротехническую лабораторию, вы приобретаете партнера. Учитывая, что рекомендуемый срок эксплуатации лаборатории 10 лет, соответственно, он будет с вами на протяжении 10 лет. Конечно, очень важно, когда наступает сервисное обслуживание, после гарантийного обслуживания, всегда иметь обратную связь от завода. И, следовательно, на это надо обратить должное внимание. А сколько, 10 лет, да, это срок эксплуатации? Ну, рекомендуемый. Понятно, что в Российской Федерации мы сталкиваемся, что лаборатории эксплуатируют и 20, и 30 лет. Но принцип, если говорить на руководство эксплуатации основываться, то, конечно, 10 лет ее, такой типовой срок эксплуатации, да. Жанна? Ну, что могу сказать по этому поводу? Если учитывать век технологий, мы предлагаем использовать такой инструмент, как видеоконференция, потому что наша матушка Россия необъятная, у нас есть наши потенциальные заказчики, которые находятся на больших расстояниях, вот, и что из себя представляет видеоконференция? Мы спускаемся вниз в цех по средствам любого мессенджера, мы демонстрируем лабораторию, начиная от высоковольтного отсека, в отсека оператора, показываем все блоки, показываем работу нашего программного обеспечения, включаем все режимы, все в реальном времени. То есть заказчик видит в реальном времени, задает вопросы, как у него возникают. Это очень эффективный инструмент, кто реально задумывается о закупке, еще раз повторюсь, имеются подобные расстояния, настоятельно рекомендуем им воспользоваться, потому что техника из техники, очень технически сложный продукт у нас, поэтому это очень эффективно. Вот, ну и, собственно, практикуем еще такой инструмент. Мы выезжаем на своей лаборатории к заказчику на реальный объект, отыскивая место повреждения с их техническими специалистами в том месте, где у них реально есть повреждения. Как показала практика, значит, подобные мероприятия у завода «Ангстрем» проходят на ура, люди видят это в реальном времени, собственно, после этого образуются какие-то положительные отзывы, ну и в дальнейшем как бы задумываются о приобретении самой лаборатории. Да, ну то есть как бы вот это вот таких два эффективных инструмента, которые мы, которые компания «Ангстрем» реализует. И они убедительно звучат для того, чтобы реально приобрести... Это 100% лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Все правильно, Даша говорит, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Дарья, Жанна, такой подход действительно вызывает доверие. Но я думаю, в нынешнее время еще важно знать надежность производителя. И как это понять? Ну, прежде всего, надо обратить внимание на возраст компании, потому что существуют часто компании-однодневки, да. И, конечно же, обратная связь от клиентов, куда были реализованы проекты, сбор информации, провести отзывы, созвониться, не полениться, там, набрать по телефону, переговорить, получить обратную связь. Ну, или есть же соцсети. Ну, конечно, да. Что предлагает завод «Ангстрем» по качеству и сервису? Ну, по сервису у нас вообще уникальное предложение. В составе лабораторий наших интегрировано программное обеспечение «Анг-24», которое позволяет дистанционно подключаться к клиенту, где бы он территориально не находился. То есть, предположим, мы в Ярославле, клиент в Красноярске, мы в кратчайшие сроки, конечно, только с разрешения клиента, подключаемся дистанционно и спокойно диагностируем ту проблему, с которой клиент столкнулся. Это занимает буквально 30 минут времени. Соответственно, это облегчает и возможность предоставления сервиса, и снижает временной диапазон, который на это обычно уходит. Плюс, как показала статистика, 70% всех сервисных обращений как раз-таки снимаются таким путем. Ну, прекрасное решение, мы считаем. Я позволю себе это слово, это гениально. Уникальное. Возможность? Да, ну и, кстати, еще можно дополнить, что если все-таки необходимо присутствие специалистов завода для осуществления каких-то сервисного функционала, наши специалисты уже едут подготовленные. То есть, если наложить эту историю на тех компаний, которые аналогичную продукцию выпускают, им необходимо сначала приехать, провести диагностику лично, потом вернуться на завод. Взять все необходимые. Инструменты, если это блок, подготовить этот блок, поехать заново. Соответственно, временной диапазон устранения сервиса, он расширяется, может, даже на месяц. Опять-таки же мы упираемся в главное, это время. Это время, деньги. Мы уже, соответственно, если все-таки требуется вмешательство специалистов, едем подготовленные после первой же диагностики. Вот вам сервис, вот вам качество. Да, абсолютно верно. Ну, а теперь, Дарья, Жанна, давайте поговорим о затратах. Я думаю, это также немаловажный вопрос для заказчика. Как просчитать заказчику обоснованность приобретения электротехнической лаборатории и через какое время она окупится? Ну, в данном случае мы сможем сделать технико-экономическое обоснование для заказчика. У нас есть определенные наработки в данном направлении. Собственно, мы просчитываем все, исходя из стоимости электротехнической лаборатории. Завод «Ангстрем» готов помочь своим клиентам в выборе оборудования для электротехнической лаборатории. И сегодня, я надеюсь, мы ответили на многие интересующие вас вопросы. Напомню, сегодня с вами были специалисты коммерческого отдела Дарья Смирнова и Жанна Корнилова. И Алексей Кузьмин. Ставьте лайки, если наше видео было вам полезным. Ну, а мы желаем вам успехов, хорошего настроения, ждем комментариев. Всего доброго. До свидания. Хорошего дня. Пока.